Микс Ньюс. Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болтком. И добрый день, доброе утро, уважаемые слушатели. Олег Пеков в студии Радио Болтком. Начинается программа «Климат-контроль» и журналист Константин Рангс у нас в студии. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Мы сегодня с утра с Ольгой Авдевич как раз в утреннем эфире обсуждали то, что Оксфордский словарь выбрал словом «года» как раз-таки вот эту climate emergency, чрезвычайную климатическую ситуацию, как выражение, словосочетание «года». И интересно, что в прошлом году словарь Коллинз посчитал словом «года» одноразовый, single use. И вот сегодня, я так понимаю, мы будем как раз говорить о новых директивах Евросоюза, которые обращают внимание на то, что мы слишком часто стали выбрасывать вещи и использовать их действительно одноразово, не давая им второй жизни, хотя эти вещи вполне еще пригодны для того, чтобы ими пользоваться. Ну, я действительно хотелось бы сказать, что вот эта вот директива, она начала как бы свое развитие достаточно давно. Еще, по-моему, в 2007 году впервые в Евросоюзе стали говорить о том, что происходит что-то неладное. Ну, действительно, все больше и больше вещей, которые можно попользоваться, а починить их уже физически никак, ну, невозможно, кроме как на специальной фабрике, а тогда стоимость ремонта становится дороже, чем стоимость новой вещи. Но, как говорится, быстро в Европе, как говорится, только кошки родятся, процесс согласовывался, согласовывался. В прошлом году, как раз в это время, появились первые документы, которые как должны были подготовить почву. И вот сейчас, вот этой осенью, пару недель назад, стали говорить о том, что все, с 2021 года целый ряд бытовых приборов, это касается, прежде всего, крупной бытовой техники, холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, пылесосы, по-моему, дальше идут осветительные приборы, мониторы, телевизоры, да, вот эти аппараты должны быть ремонтопригодны, а заводы-производители должны производить запчасти к ним в течение 10 лет. То есть, в принципе, вот такое вот плавное движение. Ну, как сказать, выскользнули из-под этой системы планшеты, смартфоны и, по-моему, ноутбуки. Но я думаю, что здесь причина ведь в том, что люди очень быстро меняются, ну, здесь технический прогресс очень быстрый, и людям, ну, хочется вот новую модель айфона или там, ну, я не знаю, там другой какой-нибудь марки, и просто ты себя чувствуешь униженным, если ты вот будешь пользоваться старой, то есть, это статусная как будто бы вещь. Ну, вот тут как раз очень серьезно борцы за охрану окружающей среды сейчас, допустим, в скандинавских странах, как раз и говорят, если ты резко всё меняешь, то это уже, что называется, ты не крутой, ты наоборот, отстой полный, да, вот, и вот езжай в Восточную Европу, там выпендривайся, да. Вот, это, конечно, очень интересный момент. Надо сказать, что вообще всё это движение, а в Соединённых Штатах оно получило даже название очень интересное, Right to Repair, право на ремонт, вот. Вот, оно, как бы, так сказать, развивалось само по себе в последние 15-20 лет, потихонечку, да, но в последние несколько лет оно уже, что называется, вышло в международный такой уровень. И действительно есть отчего. По-моему, 12 миллионов тонн электрических отходов генерирует только Евросоюз в год. Вот, можно себе представить. 12 миллионов тонн электро-бытовых отходов. Обнаружены такие вещи, что, например, стиральные машины, которые были выпущены в 2005 году, могут сейчас работать. А уже примерно половина стиральных машин, которые выпущены были на 7 лет позже, уже, что называется, выходят в тираж. Говорят совершенно, и есть основания, что многие, например, электрочайники, их физически невозможно что-то с ними сделать, если полетела элементарная вот эта вот, ну, реле механическая, да. Они, если что-то там треснуло, вот, это тоже нужно всё выкидывать. Никто не возьмётся ремонтировать. При том, что, допустим, самый дешёвый чайник стоит десятку. Кому нужно заниматься ремонтом? Опять же, посмотрите, современные смартфоны. Ну, замучаешься там батарейку менять. Хотя, допустим, всего лишь 10 лет тому назад тот же самый продукция Apple удивляла, как же так батарейку просто не сменить. Нет, её менять, её можно сменить. Но мы-то, как говорится, те, кто начал пользоваться телефонами ещё 20 лет назад, помнят, что можно открыть крышку, вытащить одну батарейку, ставить новенькую, и всё хорошо. Теперь так просто вы не поменяете. И вот всё это стало возмущать людей, причём самых разных. Вот это очень важно понять. К этому вот решению Европу, да, вот европейских чиновников подталкивали самые разные силы, исходя из своих побуждений. Экологи говорили, слушайте, если перестать вот так вот выбрасывать вещи и вот ввести эту директиву, у нас будет годовая экономия электроэнергии как годовое потребление такой развитой страны, как Дания. Это мало того, что там почти 6 миллионов населения. Дания очень сильная производственная страна. Поэтому электричество берёт она много. Тут ведь речь идёт о сотнях тераватт сэкономленного электричества. Обратили внимание на то, что многие люди не понимают, что даже самая простая вещь в конечном счёте произведена и очень многими руками. Цепочки технологически очень длинные. И везде на каждом шаге есть потребление электричества. Например, многих людей шокирует, что переплавить одну банку алюминия из банки нужно потратить в 400 раз меньше электричества, чем выплавить его из руды. То есть, поэтому выгодно алюминиевые банки собирать, как и всё прочее. А угар вот в процессе переплавки очень незначительный. То есть, условно говоря, надо эти все старые вещи действительно собирать. И об этом вот точка зрения экологов. Меньше будем неба коптить. У меня, кстати, сразу к нашим слушателям призыв. Вы можете звонить. 67212-93-9, 67213-93-9. Мы хотели спросить, вот собираете, ну, то есть, ремонтируете. Ремонтируете или что вы ремонтируете? И где, кстати, тоже очень интересно. Давайте спросим. Здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, сейчас у молодёжи, у них как-то, я не знаю, как это сказать, мозги на бекрин, что ли. У меня муж был колясочник, он умер, к сожалению. Но ему делать было нечего, он там брался за мелкие ремонты. Вот один раз ему говорят, лампа, знакомый молодой, лампа сломалась, я выкину. Потом ещё что-то такое, сломалась электрическая, я выкину. Он говорит, ну, приноси. В лампе, оказывается, они просто не докрутили лампочку. А потом ещё одна вещь была. Там нужно было разобрать и почистить контакты. То есть, там на контактах грязь была. И стало работать. А они говорят, да ну, мы выкинем, купим новое. Понимаете, уже вообще система потребления не то, что ремонтировать. А, ну, не работает. Ладно, пошёл, выкинул. То есть, и деньги даже не экономить свои собственные. Спасибо. Спасибо. Вот, это как мы переходим к второй группе людей, которые хотят экономить деньги. И, кстати, первыми под знаменем экономии и деньги выступили не в Европе, а в Соединённых Штатах Америки. О том, что зачем выкидывать деньги. Они не столько про экологию парились, да, по поводу экологии, а сколько по поводу денег. Ещё одна группа людей, а это были люди, которые, так скажем, социалистических взглядов. Они говорили о том, что одноразовое производство уводит производство в руки, так скажем, роботов. Ну, кто шлёп-шлёп, там это они могут делать. А вот ремонт, вот то, что сказала наша слушательница. Взял лампу, починил, там открыл, почистил контактики. Робот это делать не может. А представьте себе, наш такой же мастер может взять, условно говоря, основание от одной лампы, прикрутить соколь от другой лампы. Раз, два, три, четыре, и получилась третья лампа. А может быть, не лампа, а электрогрейка какая-нибудь, да, или вентилятор. То есть, вот этот вид деятельности, ремонтной деятельности, то, что вот в России называют гаражная экономика, это штука, которая позволяет занять людей, которые по тем или иным причинам плохо встраиваются в массовое производство. И это было третье направление людей, которые говорили, слушайте, нужно завязывать с одноразовостью и открыть, так скажем, возможность людям что-то ремонтировать. Ну, и, наконец, просто-напросто уже были люди, которым просто это казалось совершеннейшей дикостью, чуть ли не одноразовые стиральные машины или одноразовые холодильники. В 2008 году в Испании я был в шоке, когда у меня поломался, перестал работать холодильник. Пришедшие мастера посмотрели и сказали, компрессор полетел. Я подумал, что сейчас принесут компрессор, отвинтят, привинтят. Они сказали, да, возиться, мы вам новый холодильник принесём. Ну, вот у меня сразу возникает вопрос. Харистоматийный пример, по-моему, с нейлоном, с нейлоновыми чулками, когда впервые их запустили в производство, они были настолько прочными, что компания потом схватилась за голову. Ну, вот мы насытили рынок, и что дальше? И специально было дано задание химикам разработать вот именно такую формулу, чтобы они как будто бы какое-то время держались, и затем рвались, и женщинам нужно было приходить и покупать новые чулки. Вот сами производители, получается, ведь они же заинтересованы в том, чтобы техника работала недолго, и чтобы люди приходили, снова покупали у них. Вот как бороться с этим? Вот тут-то как раз и то, о чём говорят вот эти все эти борцы. Надо, вот я хочу сказать, что это очень сильное на Западе, в развитых странах движение, вот это «I to repair», да, в Британии это Манчестерская декларация так называемая. Люди, которые выступают за право на ремонт, на долгое, так скажем, на долгое использование. Кстати, фирмы, а я не прямо говорю, фирмы как раз заинтересованы, то, что вот как раз сказано было о том, чтобы сделать и выбросить как можно быстрее. В этом сталкиваются интересы с одной стороны общества в целом, а с другой стороны производителя, как предпринимателя в частности. Ему выгодно, так? А обществу это, прямо скажем, не шибко-то и выгодно. Ведь, опять же, нужно сказать, то, что люди могут себе позволить купить телефон, а потом его выкинуть, да, не заменяя батарейку, или менять стиральные машины каждые пять лет, или семь, то это всё очень и очень в конечном счёте накладно. Кто-то всегда за что-то платит. Вот это какого не бывает. И если вы можете, как говорится, получили на свой счёт деньги и можете купить эту новую технику, то в известной мире кто-то не смог это сделать. Вот. Это очень важный момент. И в нашем взаимосвязанном мире получается, что через какое-то время бумеранг вернётся. Поэтому Европейский Союз-то как раз и думает о том, что, ну вот, 11 лет – средний срок службы стиральной машины в ЕС. А со всех экологических соображений она должна работать 20 лет. Поэтому, кстати, и взяли вот эти 10 лет запчасти. Причём условие какое? Чинить надо в условиях либо нахождения в домохозяйстве, либо вот в какой-то такой мастерской. Не отвозить на фабрику производителя. Она может быть сейчас за тысячи километров. Нет. Если там полетела какая-то штуковина, то нужно её, что называется, чинить прямо в квартире. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я вот слушаю вас разговор. Исполнил, по-моему, ремонт недолгожительства. Никто не сможет как-то, как это делает Куба. Их машины 70 лет, которые они сейчас любят. Это просто фантастики. Ну, как-то так. Да, спасибо. Ну, вы знаете, тут можно сказать ещё такую любопытную вещь. Вот, например, ближайший, я знаю, это Биржай здесь. Ну, тоже недалеко в Литве. По-моему, в Латвии тоже есть места, где стоят, сохранились старинные локомобили. Это паровые такие машины, которые использовали в сельском хозяйстве. Ведь смешно. Большинство из них реально сейчас можно залить водой, растопить. И они будут работать. Там верилку или даже передвигаться могут, пахать. То есть, в то время, как бы, возможность для ремонта зашивалась изначально. А в 30-е годы, после Великой депрессии, как раз пришли к выводу, что это тупиковый вид делать долгоиграющие, долгоживущие вещи. И гораздо лучше, как рассказывал Ярик, чтобы они побыстрее всё рвалось. И, кстати, самое интересное, что тут сталкиваются интересы двух разных групп экологов, которые по-разному видят. Одни говорят, нужно делать продукцию, которая быстро разлагаемая. Вот она же сделали, а она потом сама по себе, опять, что называется, на составные части и рассыпалась. Вот не будет больше мусора. Нет, это тоже, кстати, пакетики, которые самые. Правда, тут ещё один есть момент. Процесс производства этих пакетиков экологически тяжёлый. Ну, опять-таки. Но вот по поводу пакетиков. Альтернатива, говорят, а может быть, слушайте, вернёмся к капроновым сеткам, омочкам. У них срок службы непонятно какой. Сейчас можно взять омочку, сделанную 60 лет назад, если она из Капрона. И вы прекраснейшим образом пойдёте с ней на рынок. С ней ничего не сделается. У неё бешеная прочность. И она ещё 50 лет прослужит. Вот какая ценная штука-то. То есть, получается, это мы идём не вперёд, а как будто бы назад возвращаемся. Да, назад в будущее. И есть ещё одно, тоже хотел обратить внимание, что есть эти футуристы, которые, футурологи, которые говорят о том, что нам угрожает вот это торжество робототехники, контролируемой искусственным интеллектом, да, опять же, робототехническое производство, оно может контролироваться, как сейчас представляется, если оно идёт с нуля, ну, или с какой-то стадии. А вот вопросы ремонта и переделки на очень длительное время ещё всё-таки будет то, в чём человек гораздо сильнее, потому что у человека в отношении машины фантазии побольше. Может быть, даже безумной фантазии, но всё-таки мы умеем что-то придумывать. Я сразу вспоминаю формулу Ви, эту фразу «Ежели один человек что-то собрал, другой завсегда разобрать сумеет». Да, а если мне нужно чинить семь дней, то для этого нужны помощники. То есть, вот это вопрос очень серьёзный. Европейский Союз рассчитывает, что вот как раз несколько зайцев одним этим выстрелом будут убиты. То есть, с одной стороны, это будет и экологически полезно, а с другой стороны, и работу многим людям даст. Здравствуйте. Добрый день. Очень интересная тема. Вот смотрите, как получается сейчас автомобили строением. Вот у меня, например, автомобиль Mercedes-Benz 90-го года. У меня пробег там, ну, скажем, небольшой сейчас для него. Это 300 тысяч неполных. Посмотрите, что делают сейчас. Сейчас автомобили напичканы столько электроникой, и не просто вот электроникой для движения, а какие-то всякие стимуляторы, да? И вот этим она удорожает, но автомобиль не пройдёт столько, как старый Mercedes. Это же тоже, по-моему, теория Заглора. Спасибо. Вот это вот мы переходим, хотя это автомобили, это не попадает вот по эту директиву, которая бытовой техники. Но люди, которые говорят о праве на ремонт, да, они, особенно американцы, вот, они тоже очень активно выступают против превращения автомобиля, машины в одноразовую фитюльку. Да. И вот это вот, особенно почему им и многим не нравится идея электрических автомобилей, вот особенно автомобилей на батарейках. Потому что, по сути дела, это такая увеличенная до полномасштабная игрушка, да, которую экономически чинить будет невыгодно. Срок службы батареи реально такой, как сейчас представляется, ну, до 10 лет. Причём к 10 годам она здорово потеряет в своей ёмкости. Физику не обманешь пока что, да? Отсюда получается вещь. Будет ли смысл менять батарею? Вот представьте, купили вы автомобиль, через 7 лет вам бы хорошо поменять батарею. Вы снимаете старую батарею, а будут ли уже в производстве такие батареи, какие нужны вашему автомобилю? Вот. Или что-то нужно будет заказывать, или что-то переделывать. Проще, вполне возможно, будет купить новый автомобиль. А тогда возникает, как со смартфонами, ситуация. Вам продают автомашину с батарейкой. Вот кончилась батарейка, вот выбрасывайте её, потому что всё остальное не имеет смысла. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я не буду о таких сложных вещах, как автомобиль, говорить. Но вот у меня сохранились часы заря на 22 камнях рубиновых с календарём. И вот забарахлил календарь. Отнесла в мастерскую. Отремонтировали. Но мало того, что календарь не работает, так ещё и минутная стрелка перестала работать. Часы идут, я их не выбрасываю. Часы хорошие. Куртка кожаная. Отнесла в мастерскую Анита. Отремонтировали. Смотреть страшно. Швы косые. Воротник стянут. В общем, короче говоря, такую простую вещь, как куртка, не могут отремонтировать. А вот магнитолу Sony, оригинальную, японскую, купленную в 96-м году ещё в электронстве, в 2013-м я отнесла мастеру. В мастерскую она была на броненеку. Отремонтировал прекрасно. Но мастерской больше нет, к сожалению. Так что вот такие хорошие, простые вещи, которые действительно длительного пользования. Не сложные вещи, а простые. У нас просто разучились ремонтировать. Спасибо. Спасибо. Ну, как раз наша слушательница, вот об этом-то и тоже идёт разговор, что пока нет вот такого, нет вот этого искусства ремонта, а это искусство. Вот, искусство ремонта. Ты что-то делаешь самостоятельно, тебе никакая база, там, данных, там, всемирная сеть тебе в руки не войдёт. И если нужно решить, как открутить, допустим, там, календарик поменять, в часах, которые ты увидел, может быть, первый раз в жизни. Но хороший мастер, да, он понимает принципы действия, и он уже будет действовать и чинить. Если человек принципов не понимает, а действует механически, да, вот как нам сообщил Гугл всемогущий, да, или Яндекс, что вы хотите, то в этом случае вот и получится такой печальный результат. Не работал календарик, не стала работать минутная стрелка. Человек же опытный, вот, что называется, с интеллектом, он починит и вот эту вот магнитолу, которую он тоже явно, что не каждый день видит, потому что их много, и там разные приводы, и разная техника. Но принципы понимает, понимаете, вот это очень важный момент. И я хочу сказать об одной вещи очень важной. Люди почему-то думают сейчас, особенно молодое поколение, что информация, собранная в сети, допустим, в каких-то хранилищах, она позволит чуть ли не всё на свете восстанавливать, и не нужно учиться совершенно рабочим навыкам. Вот это как бы не нужно. Скоро всё будут печатать 3D-принтеры, да? Так вот, что любопытно. В жизни, в истории есть масса примеров XX века, когда стоило разрушить технологическую цепочку всего лишь на 5-7 лет, и уже пришедшие через всего лишь 7 лет люди уже плохо понимали, как начать делать то, что делали не то, что там чужие люди, а не сами, вот это искусство, технологии, вот эта вот вещь, оказывается удивительным образом теряется. В истории России и Советского Союза есть случай, как на глазах потеряли искусство изготовления дальнобойных морских орудий. Их делали в 16-м году, закончили делать последнее орудие летом 17-го года, а когда решили возобновить производство в 24-м году, то выяснилось, что нету ни людей, ни мастеров, и даже те люди, которых нашли, пришли, они вдруг обнаружили, что они забыли. Вот эта гражданская война, все эти события, ужасы, они начисто стёрли знания. И людям пришлось учиться, там взрывы были, всё ломалось, и потребовалось время, чтобы опять всё восстановить. Когда сейчас смеются и говорят, а почему американцы не могут разрабатывать новую тяжёлую ракету, они могут начать делать «Сатурн-5». Но это одна из тех же проблем, потому что одно время это все люди делали команды, а потом в течение больше 40 лет этого не делали. Вы посчитаете время. Этих людей уже нет, которые всё это умели делать. Поэтому женщина, наша слушательница, совершенно права. Люди теряют навыки. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Вот вопрос к Константину по поводу навыков. Вы говорите, за 7 лет люди теряют навыки. У нас было когда-то в Риге и в Латвии объединение «Электронс», которое занималось как раз ремонтом бытовой техники и имело, так сказать, мастерские по всем районам, и в Риге их было множество. Но поскольку этот навык был не востребован, люди просто физически ушли. Кто их теперь будет учить? И просто ни преемственности нет, ни школы, которая могла бы это делать. В директивах ЕС это как-то оговорено? Спасибо. Вот как раз в директивах ЕС, сами-то ЕС, конечно, такие вещи не прописывает детально, но они исходят из создания условий. То есть, если будет потребность в ремонте, то в конечном счёте те мастера, которые сейчас, может быть, где-то там газеты продают, они всё-таки вернутся к паяльнику своему. Или, по крайней мере, отец научит сына или просто ученика. Кто-то ещё что-то будет учить, к чему-то. Но реальному, что можно сделать на практике. Извините, швы на куртке. Вот если всё просто сесть вот так вот, да дайте вам самую современную швейную машину. Я вас умоляю. У вас там будут вот такие пьяные зигзаги. А человек может взять хороший, я помню, одного старого портного. Это было давно, у него была швейная машинка «Зингер». Там ручкой нужно было крутить. То есть, правой рукой крутил, левой подавал. Так он шил джинсы. Что хочу сказать, что мастерство, если оно есть, и оно развитое мастерство, то вы будете иметь хорошую продукцию в самом деле. Да, здравствуйте. Я по поводу ваших комментариев по мастерству и так далее. Понимаете, сейчас в культуре, скажем так, молодёжной и в растающем поколении не модно работать руками. Понимаете, это считают неудачники и прочее, прочее. Да, то есть, я честно вам скажу, я не верю, что вот как-то вот... Потому что директивы написать, это можно и писать десятками. Вопрос в том, как хотят люди туда пойти. Потому что старые мастера, они уходят. И навыки свои передавать некому. А новые мастера не растут, потому что все предпочитают сидеть за компьютерами или делать видеоблоги. Поэтому, на мой взгляд, это, ну, вот, немножко утопическое, да, и немножко вот по поводу того, что вещи должны служить долго. Вы знаете, в тоё время, когда мы, вот, Латвия там переходила, ну, скажем так, отходила от Советского Союза, было очень смешно не услышать, как говорили, что вот там в тупом совке все ходили с обойсками, и холодильники, которые по 20 лет работают, никому не надо, потому что это всё глупости. И сейчас мы, получается, возвращаемся обратно к тому же. Спасибо. Да, спасибо. Ну, прежде всего я хочу сказать, что, ну, не нужно думать, ведь это в отношении, к сожалению, воспространённого заблуждения у людей, которые считают, что вот, и я сам же тоже такой же был, и абсолютно был уверен, что будущее – это очень правильное, будущее одноразовое. 30 с лишним лет тому назад была такая иллюзия, ах ты, боже мой, совойка, авоська какая-то, да, вот там всякие есть полиэтиленовые пакеты, одноразовые красивые упаковки, блистеры, а тут рыбу заворачивают в бумагу из торсерия, главное, газета, а то вот эта серая знаменитая бумага была. Или, например, вот эти алюминиевые крышечки на бутылки с молоком, которые мыть надо, а потом сдавать, возьми сколько, да. Вот нет, что под одноразовые, эти самые пластиковые бутылочки. Но надо заметить, что, конечно, вот как ни странно, с технической точки зрения в Советском Союзе было сделано очень много прорывов. Сейчас мало кто даже вспоминает, что, например, до конца 60-х годов в СССР основным направлением развития энергетики была энергетика возобновляемая, а отнюдь не нефтяная. Я, как человек, который проработал геологом изрядное время, могу точно сказать, что СССР до конца 60-х годов был, так скажем, нефтенедостаточной страной. Вот в чём. Только после открытий крупных месторождений в Западной Сибири угроза дефицита бензина и солярки над Советским Союзом, так скажем, пропало. А до этого делались огромные усилия в развитии ветроэнергетики в 30-е годы. Вы представляете, что в 30-е годы в СССР, в Курске, был разработан уникальный аккумулятор для ветрестанций. Аккумулятор механический. Это был гигантский маховик, который раскручивался ветрогенератором. И ветер мог прекратиться, а после этого ещё 8 часов вырабатывалось электричество за счёт этого маховика. Интересно, что... Помните знаменитый фильм с Любовью Орловой? Да, вы, Олег, это знаете «Весна». Да, конечно. Кем была героиня Любови Орловой? Директор Института Солнца. В это время, в 50-е годы, считалось, что как раз развитие солнечной энергетики и магистральный путь Советского Союза. И сбор бутылок, и обработка всей эмукулатуры, это тоже было в русле вот этой идеи возобновляемых ресурсов. СССР был страной на ресурсы бедной. Когда говорят, ах, геологическая романтика, зачем готовили такую прорву геологов? Потому что искали ресурсы, их просто не было в наличии. Так что, собственно говоря, это то, что опять сейчас говорят, это просто Евросоюз пришел к той ситуации, в которой Советский Союз был без малого 70-80 лет назад. То есть вернулись. Ну, а сейчас вот буквально, когда, не буду называть марку телефона, но вот когда у меня очень долго, ну, 3,5 года, это уже, наверное, по нынешним временам очень долго телефон, и когда он начал, ну, немножко барахлить, я прихожу в мастерскую специализированную, мне говорят, да ладно, вот мы вам лучше продадим. То есть это вот ситуация, когда прямо в мастерской начинают убеждать, что чем возиться, что-то там пытаться сделать, давайте просто вам продадим другой телефон. Ну, вот это... Ну, а я хочу сказать, что вот наш последний слушатель, звонивший, да, он все-таки пессимистичен в отношении молодого поколения, но это в какой стране как? Вот, например, Финляндия, которую я достаточно неплохо знаю, там в последние лет пять началась странная вещь. Молодые люди с, так скажем, законченным верхним образованием, которые там отучились в своем лицее, они поступают в университеты и одновременно поступают, говоря грубо, в ПТУ, получая какие-то реальные профессии. Почему? Потому что, во-первых, совершенно становится престижно что-то уметь делать руками, иметь какую-то реальную профессию. Но самое главное, что это не просто престиж, это еще хорошие заработки. Потому что одно дело, знаете, когда из-под штамповки идут бесконечные экономисты, а другое дело идет человек, который, условно говоря, обладает искусством обработки древесины вручную. Вот здесь как раз нам Виталий писал, почему закрылись профтехучилища в свое время, и, ну, вот насколько это, кто это сделал для чего, и по закону ли это было, кто нам переписал все эти законы. Ну, вы знаете, это явно не европейская идея была, потому что в той же самой Эстонии сохранились профтехучилища, и самое удивительное, что там они сохранились, я специально звонил туда, там еще и на русском языке обучают, и в том числе людей предпенсионного возраста, поскольку во всей Европе считается очень важным как раз дать работу, вот как наша первая слушательница сегодня звонила, говорила о своем покойном супруге-инвалиде. Представляете себе, если, допустим, вот человек ремонтом, условно говоря, ламп утюгов и прочего, вполне может заниматься человек, даже которому тяжело передвигаться. Ну, для него это работа. Хотя вот здесь наш слушатель пишет, вот про радиолу вообще смешно. Только вчера выбросил целую коробку CD, больше не нужны. В моем смартфоне, он говорит, есть и радиола, и компас, и фонарик, и рулетка, ежедневная пресса, книги, кино и телеграф с телефоном. Это же надо застрять в 20 веке, чтобы ремонтировать радиолы. Ну, во-первых, надо сказать, что есть люди, которые до сих пор слушают пластинки на виниле. Да. Потому что если у человека хороший слух, то ему приятнее слушать виниловую пластинку. И, собственно говоря, это рынок, насколько я читал статьи о том, что в последние пять лет производство винила, оно производство, его опять производят. Потом ведь, опять же, интересная вещь. Мастера знают, что универсальный инструмент, он всегда хуже специализированного инструмента. Конечно, не будешь с собой повседневно таскать фонарик, проигрывать, альтамацию, и всё. Это для бытовых целей вот этот вот, условно говоря, смартфон и годится. Но если вам нужно будет что-то реально светить, то всё-таки хорошо иметь настоящий фонарь, такой, знаете, так, чтобы здесь действительно светил. Если вам нужно хорошее радио, и чтобы хорошо слушать, то всё-таки лучше иметь радиоприёмник. То есть, у каждого человека свои взгляды. Кому-то достаточно вот такого, как говорится, усреднённого, ширпотребных, а кому-то нужны специализированные. И опять же, есть ещё какой важный момент. Ведь реально Европейский Союз стареет. А тут обнаруживается очень интересная вещь. Товары разрабатывают очень часто. Люди молодые. И что получается? Вот, например, 20-18 лет тому назад купил я в Хельсинки для своих личных нужд стиральную машину одной очень известной марки. Эта машина проработала... Она сначала мне служила, потом я родителям отдал. Эта машина проработала до позапрошлого года. Но под конец она уже стала разваливаться чисто механически. Металл проржавел, там всё уже... Уже этот механический переключатель ну, помирал. Но она прослужила верой и правдой больше вот сколько, 17 лет. Купил той же марки очень похожую новую машину. Всё бы ничего. Я бы там смотрел, там формах. Но есть одна проблема. Датчик переключения делал, проектировал человек молодой, с очень хорошим зрением. Потому что переключать его надо. Действительно иметь хорошее зрение. Там расстояние между позициями где-то 2,5 миллиметра. Как может пенсионер, пожилой человек, увидеть вот эти 2,5 миллиметра и таким образом взять другой режим и, естественно, по неправильному режиму засыпать порошок, положить вещи не у того веса. То есть, и я, кстати, недавно, будучи в Финляндии, услышал про такую вещь, что один умелец переделал вот этот блок, где всего 4 положения. И там даже... Ну, это делал для слепого родственника. Ну, по принципу там азбука Брайля он накапал, вот эти точки. И, понимаете, получается, что вполне возможно, нужно уметь уже подгонять массовый продукт под индивидуальные запросы каждого конкретного человека. Спасибо большое, Константин Дрангс. Сегодня был в нашей студии программа «Климат-контроль». Мы встретимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин